Здравствуйте! Время новостей на телеканале МТРК. В студии работает Джон Сулута Стимирова и сейчас коротко о главном. Форум провели, урожай собрали. Осень в Северном Казахстане была очень плодотворной и насыщенной. Итоги подвели и в областном окемате. 44-летний хулиган. Житель Петропавловска разбил автобусную остановку. Говорит, нечаянно. Но это не спасет его от наказания. Тенге 25 лет. Кто стоял у истоков его создания и как менялся облик казахстанской валюты? В Национальном банке прошла выставка коллекционных монет. А теперь обо всем по порядку. Свыше 10 тысяч человек посетили выставку туризма в теннисном центре. На заседании Акимата подвели итоги прошедшего форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Также на совещании обсудили окончание уборочной страды. Североказахстанские хлеборобы собрали свыше 5 миллионов тонн зерна. Репортаж Кристины Горбаченко. 8 и 9 ноября в числе официальных делегатов были 800 человек. При этом на сайте форума зарегистрировались свыше 2 тысяч, а на выставке в итоге были 10 тысяч посетителей. Но важно не это, а то, каким договоренностям удалось прийти. Мы предложили упростить процедуру прохождения границ. Главное государство было поддержано и было предложено отработать на уровне правительств процедуры упрощения прохождения наших границ. Я думаю, что мы это тоже увидим в ближайшее время, какие практические методы будут использованы. Аким города доложил о подготовке к главному событию Петропавловска. Областной центр благоустраивали, озеленяли и ремонтировали дороги, украшали мафами и застраивали. Проведен снос более 635 старых домов 40-50-х годов постройки. Вместо снесенных ветких строений в новом микрорайоне Жасуркен ведется масштабная застройка. На сегодняшний день ведется строительство четырех многоэтажных жилых домов, более тысячи квартир, что позволит более 4000 горожан обеспечить современным жильем. На этом работа не заканчивается. На сегодняшний день объявлены конкурсные процедуры на проектирование жилых домов в микрорайоне Жасуркен и на второй линии по улице Горького. Также там построили теннисный центр дворцы школьников и спорта. Заложили фундамент казахского театра и школы. Дворец школьников действительно получился уникальным. Это отметили два главы государства. Я им показал. В целом вот такого IT-центра нет у нас в стране. Там будет очень интересно. И мы и открытие сделаем в следующий понедельник. Официальное открытие. Пригласите общественность, родителей, детей. Одновременно могут находиться там 1800 детей. Большая стройка и благоустройство продолжатся и в следующем году. Петропавловский помимо жилья планирует начать возведение учебных зданий для военного института и СКГУ. Кадетский корпус, многопрофильную больницу. Кроме того, в рамках комплексного плана развития региона на селе уже в 2019 предстоит построить 600 домов, а за три года – 3000. Слышу, что разговоры, вот форум закончился и все на этом, вот все наши ремонтные, строительные и так далее, и так далее. Это ошибочное мнение. Сразу хочу все это развеять. Так, наоборот, он будет еще усилен. И по городу, и по всей области. Финансирование соответствующее есть. Поддержки главы государства есть. Вы это слышали. Амбициозные задачи, которые мы для себя ставим, они должны выполняться. На следующий год на улицах города появятся больше берез, рябин и сирени. Глава региона поручил уже заказывать саженцы. Подвели на заседание и итоги уборки. Североказахстанские хлеборобы в этом году собрали 5 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Один гектар в среднем давал 19 центнеров. Это больше, чем в прошлом году. Получение высокого урожая зерновых культур во многом поспособствовало применению минеральных удобрений, так как наша область является лидером по приобретению минеральных удобрений в целом. Так, в текущем году было приобретено 116 тысяч тонн, что больше на 26 тысяч тонн уровня прошлого года. Акиматам и районам необходимо уже сейчас заключать договора с заводами на поставку минеральных удобрений на будущий год. Однако не все хозяйства добились высоких результатов. Есть предприятия, которые собирали с гектара всего 3 центнера зерновых. По Таиншинскому району есть такие предприятия, которые получили всего по 6 центнеров с гектара. Это Таинша Агра 6 центнеров с гектара, ТО Терновская 6 центнеров с гектара, Шалакына есть ряд предприятий, ТО Степная 20-20, 10 центнеров с гектара. Таиншинский район Айртау Алибиль 6,6 центнеров с гектара, Айртау Грин Компани вообще непонятно, 3 центнера с гектара. С теми районов по тем хозяйствам, по которым получена низкая урожайность, ниже чем средняя районная, начинать претензионную работу. Это государственная земля, данная во временное пользование. И на ней работать надо нормально, потому что в этих селах живут люди, которые надеются на хорошее землепользование. Они хотят тоже доходы иметь. Зарплата должна быть соответствующая. В числе лидеров по урожайности – жамбылцы, козлжарцы и окаинцы. Кстати, 5 ноября прудкорпорация объявила закуп зерна третьего класса. В этом году цена на него выросла на 12 тысяч и составила 54. Детально говорить о том, как прошел год в агропромышленном комплексе, будут на следующей неделе. В области пройдет День сельхозработника. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Форум прошел на самом высоком уровне. Такую оценку дали представители российской и казахстанской сторон. Многие из почетных гостей на таких мероприятиях бывают часто. Здесь они отметили гостеприимство и качественную подготовку встречающей стороны. Что о форуме, думают Акимы и губернаторы, расскажут Эгири Мукашева. Два дня, которым готовились два года. За это время в Петропавловске до неузнаваемости изменился микрорайон Жасуркен. Появился теннисный центр, дворец школьников, современные многоэтажки. Буквально на глазах преображались городские улицы, дома, скверы. Это заметили и петропавловцы, и, конечно же, гости форума. Малик Мурзалин в 2007-2008 годах занимал пост первого заместителя Акима нашего региона. С тех пор в Петропавловске не был. За 10 лет город изменился до неузнаваемости, рассказывает Аким Акмолинской области. Форум пришел на самом высоком организационном уровне. Я очень рад, что специально для форума город Петропавловск получил новое лицо, обновленное. Очень много красивых объектов построено, благоустройство проведено. А вот глава Восточного Казахстана Даниил Ахметов руководил регионом еще в прошлом веке. Акимом нашей области был с 1997 по 1999 годы. Он также отметил преображение областного центра и подчеркнул важность темы этого форума. Когда мы в виде туриста инвестируем в развитие экономики другого государства, или действуем наоборот, мы принимаем у себя туристов, развиваем тот комплекс, который служит по благо развития государства. Поэтому сегодня положено большое начало, которое будет иметь огромную перспективу. Во время форума Петропавловск посетили высокопоставленные гости из Казахстана и России. Для них мероприятие такого крупного масштаба – привычное дело. Но все же в этот раз нам было чем их удивить. Форумы всегда организованы не только очень здорово с точки зрения организационной, всех процедур, но и подготовленных содержательно. Тема туризма очень хорошо представлена и очень хорошо была презентована Республике Казахстан. Я уже участвую в подобных форумах 10 раз. Я давно работаю губернатором Республики Алтай. Каждый форум по-своему ярок. И все они поражают гостеприимностью казахской стороны, дружелюбным, таким братским, товарищеским отношением. У нас здесь много друзей, знакомых. Поэтому, конечно, я не считаю, что я куда-то уехал за границу. Я дома. Во время форума стороны заключили десятки меморандумов и соглашений. А значит, выполнена одна из главных задач – установление и укрепление взаимовыгодных отношений между соседними государствами в сфере туризма. Айгири Мукашева, Жудузбек Ермуканов, Адиль Нужанов, Новости, МТРК. Дворец школьников стал настоящим местом притяжения. Хотя официального открытия еще не было, но североказахстанцы уже знают, как выглядит ультрасовременный центр научной мысли. Своими впечатлениями они поделились с Айгири Мукашевой. В пятницу здесь прошло самое масштабное событие нашей области – встреча глав двух государств в рамках 15-го форума межрегионального сотрудничества. А сейчас дворец школьников открыт для всех желающих. Напомню, на возведение этого ультрасовременного объекта потратили свыше 3,5 миллиардов тенге. Еще почти 2 миллиарда ушло на IT-оснащение. Желающих посмотреть зал, где заседали президенты, министры, губернаторы и акимы, собралось немало. Чтобы сфотографироваться с креслами, на которых сидели Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин, надо постоять в очереди. Пока можно насладиться масштабностью светлого и просторного зала площадью 1200 квадратных метров. А за этим огромным столом принимать важные для региона и страны решения могут до 80 человек. Зал заседания понравился, просторно, красиво, уютно. Раньше здесь были частные дома, старые здания. В течение года у нас обустроились, очень красивые дома появились, чистые улицы. Многолюдно и у IT-классов. Баян Умарова все снимает на телефон. Отправляет видео родственникам, друзьям, детям и внукам. Они живут в Астане. Там тоже есть дворец школьников, но Петропавловский совсем другой, отмечает Баян. Какие у нас новые здания современные. Очень удовлетворены. Эти здания останутся для наших школьников. Здесь очень много чему есть поучиться. Хотя они закрыты сегодня уже, но мы успели посмотреть. Лабораторию современных биотехнологий, кабинет дронов и другие. 16 кабинетов и лабораторий, свыше 60 кружков IT-направления. Робототехника, сборка дронов, 3D-моделирование, программирование, физика, химия, биология. И это только малая часть того, что предлагает Центр научной мысли. Миша Ионов с нетерпением ждал, когда дворец школьников распахнет свои двери. Заинтересовался сборкой дронов. Но для этого шестилетнему мальчику надо подрасти. Зато лего-конструированием уже можно заниматься. Ребенок просто был в восторге. Ему так понравилось. Он так посмотрел на этих роботов. Сказал, я так хочу этим заниматься. Но мы уже записались сюда на лего-конструирование. Мы посмотрели большие холлы здесь. Так замечательно, так светло, так просторно. На втором этаже комната для занятий. Там просмотрели книжки. Нам безумно понравился дом. Очень хотим сюда попасть и заниматься. В этот день дворец школьников посетили несколько тысяч человек от увиденного в восторге как взрослые, так и дети. Мне все понравилось. Все было хорошо, отлично. Но больше мне здесь все понравилось. Всего из этого выставка дронов и лего-техника. Мне понравился кабинет биологии. Там можно было наблюдать за растениями. Магану, нагану, да. Робототехника кабинета. Мне понравился кабинет робототехники. Думаю, запишусь в этот кружок и буду ходить. Мне кажется, это очень интересно и полезно. Айгири Мукашева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Черенский каньон, Шамбулак, Мидеу. Жители северного региона побывали в самых живописных местах Казахстана, не покидая при этом Петропавловск. Сделать это можно было, посетив туристическую выставку, которая проходила 10 ноября в теннисном центре. В субботу она была открыта для всех желающих. Отправилась в увлекательное виртуальное путешествие по стране и моя коллега Дарья Пышмынцева. В пятницу по этим залам ходили президенты. Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин. А в субботу туристическую выставку смогли посетить все желающие. Она была открыта с 11 утра до 5 вечера. Целый день сюда шел огромный поток посетителей. Люди приехали из районов и соседних областей. Несколько тысяч человек. Многим пришлось стоять в очереди. Гостей больше всего заинтересовали очки виртуальной реальности и огромный экран. Одно касание руки и перед тобой открывается вся красота казахстанской природы. Ее яркие и живописные места. 9-летний Алихан Каспан увлекается историей и географией. На выставку пришел с мамой и маленьким братом. Я впечатлен этой выставкой. Я рад, что в нашем городе будут происходить такие выставки. Потому что в нашем городе будет больше туристов. Черенский каньон, Чемпулак, Мидео, Большое Алматинское озеро. Попадая на выставку, вы словно оказываетесь в другой реальности. Не покидая при этом пределы Петропавловска. А ведь кого-то такой поход может вдохновить на настоящее путешествие. Тут, потому что тут так красиво. Всякое интересное тут. За свою страну берет гордость. Это наша. Очень хорошо. Только зашли, начали смотреть. Я очень-очень довольна. Это для нас, как сказать, для петропавловцев. Это такой подарок. Спасибо всем. Дикий восторг. Насколько прекрасен наш Казахстан. Но это необыкновенное такое, как бы приключение. Ты становишься частью. И ты видишь, насколько мы богаты. Насколько это все красиво. Но для меня это впечатление масса. Здесь можно было сделать фото на память, купить сувениры. А еще каждые полчаса посетители выставки наблюдали за движением ракеты, покоряющей космические просторы. Дарья Пашименцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Жилой комплекс «Трио». Откройте новый взгляд на счастливую жизнь. Сквозь панорамные окна мы раздвигаем горизонты. Посмотрите на ночное небо. Загадайте желание. И оно обязательно исполнится. Просторные комнаты. Высокие потолки. Свободная планировка. В таких квартирах будут счастливы дети. Спокойные и довольные родители. Для машин есть большой паркинг. Для детей безопасная игровая площадка. Жилой комплекс «Трио». Здесь сбываются мечты. Началась продажа квартир в жилом комплексе «Аккейн». Компания «Казградстрой» возводит 9-18 этажек в экологически чистом районе Петропавловска. Наши цены не растут, как курс валют. Квадратный метр от 160 тысяч тенге. Свободные планировки, доступность и комфорт. Это лучший бюджетный вариант для вашей семьи. Купи квартиру сегодня и отметь новоселье в следующем году. Телефон отдела продаж 704-404. Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Поскользнулся, упал и сломал остановку. Так оправдывается за свой поступок перед полицейскими уличный хулиган. Всего с начала года в Петропавловске зарегистрировано более 30 фактов повреждения остановочных павильонов, уличных фонарей и рекламных щитов. Стражи порядка напоминают об ответственности за такие правонарушения. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Более 12 тысяч тенге. Такой штраф придется заплатить 44-летнему жителю Петропавловска. Кроме того, по решению суда он будет за свой счет восстанавливать остановочный павильон, который сломал в центре города. Слоумышленника задержали в тот же день. По данному факту полицейские собрали административный материал и передали в суд. «Я понимаю, что все делается для красоты города. Я и не отрицаю свою вину в этом. Да, виноват. Но я не специально сломал эту остановку. Просто я поскользнулся и признаю свою вину». В социальных сетях обсуждали вандалов, разбивших билборд по улице Жамбыла. Также на прошлой неделе полицейские задержали горожанина, который повредил смарт-скамейку на центральной улице Петропавловска. Такие действия расцениваются как мелкое хулиганство. «Штраф в размере 5-месячных расчетных показателей. Я прошу граждан города Петропавловска, будь осторожны с этими стеклянными остановками, будь внимательными. Если кто-нибудь сломает эти стеклянные остановки, чтобы незамедлительно звонили 102». Полицейские отмечают, за повреждение таких сооружений можно понести и уголовную ответственность. По 13 фактам повреждения остановок, где сумма ущерба достигает полумиллиона тенге, проводятся досудебные расследования по статье «Хулиганство». Кристина Горбаченко при содействии пресс-службы Департамента полиции Североказахстанской области. Тактика освещения в СМИ вопросов профилактики религиозного экстремизма и терроризма. На эту тему в Петропавловске будут проводить двухдневный семинар. Его организовало общественное объединение «Центр исследований межконфессиональных и межэтнических отношений». Журналисты, представители госорганов, члены информационно-разъяснительных групп. Всего больше 50 человек будут повышать свою юридическую и религиозную грамотность. Кстати, ситуация в нашей области по-прежнему остается умеренной. За последние несколько лет не выявлено ни одного факта экстремизма. Мы будем обучать наших гостей тактике правильного освещения, применения терминологии в сфере религии, которая является специфичной и не всегда правильно освещается. Это позволит избежать таких казусных моментов в терминологии, ее в правильном применении. Ровно 25 лет назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал указ о введении национальной валюты тенге. И уже через три дня в оборот были запущены первые банкноты. На купюрах того времени в основном изображали портреты видных казахстанских деятелей. В преддверии праздника в филиале Нацбанка прошла выставка коллекционных монет. На выставке свыше 300 монет. Больше половины из них представил петропавловский коллекционер. В его коллекции не только тенге, но и банкноты зарубежных стран. Особый интерес у гостей выставки к новой коллекционной монете. Ее выпустили к 25-летию национальной валюты. За эти 25 лет тенге свой облик менял три раза. В основном это связано с борьбой с фальшивым монетничеством, чтобы наша тенге соответствовала мировым требованиям защиты от фальшивого монетничества. Также хотелось бы отметить, что у нас Национальный банк выпускает монеты из драгоценных металлов, золото, серебро. Эти монеты на всех международных выставках занимают лидирующие места. Сегодня вспоминали тех, кто стоял у истоков создания национальной валюты. А сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. Это около 50 ветеранов. 20 человек наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Акима области. Жанар Искакова с гордостью рассказывает, что имеет только одну запись трудовой книжки. Начинала с простого кассира. И вот спустя 23 года она руководит отделом экономического анализа в филиале главного финансового института страны. Сегодня ее наградили знаком заслуженного работника Национального банка. Мы все являемся держателями тенге. Наша банкнота считается по праву одной защищенной валютой банкнотой в мире. На международных конкурсах занимает одни из первых мест. У нас есть и серебряные монеты, и золотые монеты, и инвестиционные монеты. Приобрести коллекционные монеты можно в филиале Национального банка. Татьяна Исельская, Дельнуржанов, Новости МТРК. И мы продолжаем. Историческая победа. Впервые хореографический коллектив Североказахстанской области занял первое место на международном творческом фестивале «Шабыт». Когда-то лауреатами престижного конкурса становился народный ансамбль «Арай». У них было третье место. Руководил им в то время Михаил Лахтин. Подняться на две ступени выше удалось его новому коллективу «Мангалек». Гран-при у Государственного театра «Танца нас». Как нашим артистам удалось добиться такого успеха и стать наравне с ведущими составами страны, узнала съемочная группа МТРК. Это кадры с международного творческого фестиваля «Шабыт». Руководителю североказахстанского ансамбля «Мангалек» Михаилу Лахтину вручают диплом за первое место. Признается, до последнего не верил. Свой новый коллектив он собрал всего год назад, основная часть которого до этого и близко не имела отношения к хореографии. Прежде всего, конечно, волнение возникало из-за того, что вокруг нас одни профессионалы. И причем такие профессионалы, в частности, театр танца «Нас», которому тоже в этом году исполняется 20 лет. И, разумеется, за все годы работы это стал ведущий коллектив страны. Я, как старый опытный конкурсант, естественно, применил тактику и стратегию такую, что я понимаю, что республика привезет в основном казахскую хореографию. Мы взяли, в первый день показали белорусский танец. Надо было чем-то выделиться. Это был ход конем. После танца «Развитальная полька» Мангалек отметили. Коллектив прошел в финал. Там танцевали уже русский танец. В жюри, а в его составе были представители 10 стран мира. Высоко оценили славянский репертуар ансамбля. На выступлении Аким Города назвал этот конкурс культурологическим брендом. Это действительно так. У нас есть возможность получить опыт, оценить себя со стороны и просто своими глазами увидеть, как развивается творчество в нашей республике. И не только в нашей. Участие принимали артисты из 15 стран. То, что когда-то будет танцевать на сцене, тем более на таких масштабных конкурсах, Игорь Кудрявцев не мог даже представить. С 11 лет он занимался боями без правил. А год назад внутреннее чутье привело его на кастинг к Михаилу Лахтину. Первое занятие, не скажу, что тяжело, потому что я привык к физическим нагрузкам. Это было больше интересно, это что-то новое. Это мне дает развитие, саморазвитие, общение с ребятами. Это народный танец. Ты можешь прочувствовать душу народа абсолютно любого. Армянский, русский, казахский. Это тебе дает большие возможности. А нагрузки у коллектива серьезные. У ребят пока выходной. Они только после дороги. Завтра снова за станки. Оттачивать каждое движение. Жанна Сулута Стемирова, Даниил Тарасов, Новости, НТРК. Его произведения в топе самых исполняемых во всем мире. 125 лет назад скончался известный русский композитор, пианист и дирижер Петр Чайковский. В память о нем в Доме дружбы провели творческий вечер. Подробнее расскажет Илья Кудряков. Петра Чайковского 6 ноября вся культурная общественность мира отметили 125 лет в памяти Петра Ильича Чайковского. Русская община Североказахстанской области тоже присоединилась к этим торжествам. И тоже мы собираемся отметить сегодня эту дату. Особую атмосферу концерту придала инструментальная музыка. Мелодии, скрипки, игра на фортепиано и виолончели. В этот вечер на сцене Дома дружбы звучали известные музыкальные произведения всеми любимого композитора. Их исполняли преподаватели и студенты колледжа искусств и солисты областной филармонии. По словам организаторов, такие вечера помогут воспитать у молодого поколения любовь к искусству. С удовольствием все выслушала сегодня и хочу отметить прежде всего высокую культуру и ведущих, и исполнителей, и слушателей тоже. Мне очень понравился музыкальный вечер Страчековского. Все произведения, выступающие люди, которые, по-моему, очень хорошо донесли эту музыку до сердца зрителей. Все понравилось. И ведущие, исполнители, самокомпозиция вечера. Замечательно, молодцы. Илья Кудряков, Даниил Тарасов. Новости МТРК. Уже на второй минуте встречи в нашего рота залетел первый мяч. Инициатива и контроль поля были на стороне кустанайцев. Напор они не ослабляли. Во втором тайме нападающий табола Максим Федин удвоил счет. Попытки козылжарцев отыграться заканчивались провалами. А кустанайцы продолжали давить. Финальную точку в этом противостоянии поставил Нурбол Жумаскалеев. На табло 3-0. После этого поражения козылжар СК опустился на 11-ю строчку турнирной таблицы. А это значит, что в следующем сезоне наши будут играть в первой лиге. А хоккейный клуб Кулагер 11 ноября в гостях сразился с лидером турнирной таблицы Кукшетауским Орланом. Встреча была довольно напряженной, ведь в прошлый раз кокуны дважды проиграли ему на своем льду. Теперь нужно взять реванш. Но это непросто. В первом периоде петропавловцам не удалось пройти оборону хозяев. Впрочем, как и кукшетауцам. Вот на 10-й минуте второго периода наши хоккеисты смогли открыть счет. Отличился защитник Кулагера Виталий Андрейков. Но удержать преимущество не удалось. В третьем периоде хозяева льда сравняли счет. Игроков ждал овертайм. В дополнительное время тоже никто не забросил шайбу. Значит, впереди серия буллитов. В противостоянии 1 на 1 орлановцы оказались сильнее и смогли обойти вратаря с кокунов Андрея Янкова. Итоговый счет встречи 2-1. Теперь хоккейный клуб Кулагер 44 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Ждите новостей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»